а что вы на своих рисунках рисовали откуда загрязнение доберется вы знаете или нет так еще какие мнения давайте предоставим слово нашей бабушки послушаем внимательно что она интересная нам расскажет сегодня я не буду вам фокусы показывать я вам покажу я вам покажу эксперимент который вы со временем изучите в старших классах это химия это физика это не какой-то фокус значит сегодня мы посмотрим вы посмотрите какую водичку вы пьете с крана в йоге нельзя вы это сделаете выбор когда увидите какая она вязаная костя пойди пожалуйста принесли мне водичку значит вы знаете что органин человека состоит на 80 процентов из воды для того чтобы не болели нам надо пить чистую воду чистая вода для чего она нужна организм для того чтобы растворять витамины минеральные соли все что вы кушаете с помощью водички все это растворяется попадается в кровь и вы становитесь сильными здоровыми красивыми да не так как он не мог говорят что есть спасибо костя значит вот костя в кранах набрал воду которую вы пьете вот эту водичку я принесла системы очистки воды с очистителя да я думаю У кого дома есть очистители? Ну, как хорошо. Молодцы, молодцы. Но очистители бывают разные. Вот, и если вот сейчас мы померим, у меня есть специальный вот такой приборчик электронный. Мы живем в веке электроники. Вот такой электронный аппаратик, который называется ТДС-метр. Он определяет наличие разных включений воды в воде на единицу объема. То ли мы в ведро опускаем этот приборчик, то ли мы в стаканчик. Он показывает одно и то же значение. Вот чистая вода он показывает или грязная. Сейчас мы посмотрим, какая же вода у нас в крае. И вот я сейчас налью чистую водичку, которая покажет нам, какая она чистая. Значит, чистая вода считается, когда этот приборчик показывает до 30 единиц. Вот если я на кнопочку нажму, здесь вот окошечко и здесь высказывают циферки. Вот я взяла, я стаканчик обозначила, что это у нас чистая система очистки воды. Вот я сюда опускаю. Костя, посмотри, сколько тут единиц. 450 единиц. Ну ничего, что ли? 450. Вот 470 уже. 470. Это техническая вода. Это просто ужас. А есть у нас на Порожской области до 2000 загрязнений. Это Бердянск, это еще, по-моему, Нелитополь. Вы представляете, какая это грязная вода? Это просто невыносимо. Ни в коем случае человек выпивает 90% своих болезней. Так говорят ученые. И даже если на планете все сгорит, а вода останется, то жизнь будет продолжаться. Потому что вода – это жизнь. Вот сейчас у меня есть вот такой физический прибор. Называется электролизер. Мы ставим 2 чашечки воды. Опускаем этот приборчик в водичку. Если это чистая вода, там включений нет. А если это жлятная вода, там есть разные соли. Соли металлов есть. В общем, органические и неорганические соединения. Вот я включаю в розеточку прибор. Вот. Я его включаю. И мы начинаем с вами считать. Давайте. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать, пятнадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. Двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать. Тридцать – это полминуты, правильно? Да. Вот посмотрите, что за полминуты у нас происходит с той водичкой, которую вы пьете с крана. Посмотрите, это сплошная грязь. Это грязь. Это грязь, которая... Ого! Значит, что я вам скажу, есть несколько способов очистки воды. Это химический способ с помощью хора, это кипячение, но это у нас двадцать первый век. Двадцать первый век. Вы будущий учебник. Вы должны что-то... Вы должны хорошо учиться для того, чтобы двигать науку вперед. Вы видите, что наша планета нуждается в защите. Вы должны бороться с теми загрязнениями, которые попадают в воду. Вы счастливые люди, потому что вы живете в Запорожье, и у нас огромная река. И есть такое мнение, что мы полностью пьем воду из Днепра, а есть города, где нету рек. Им очень сложно приходится с питьевой водой. Поэтому мы должны беречь нашу природу. У вас замечательный предмет, природоведение. Это не просто предмет, это наука. Вы должны внимательно ее изучать. И чтобы у вас у всех были пятерки, как природоведение. У всех. Продолжение следует...